Мы говорим об экологии и об экономической составляющей переработки мусора. Насколько выгодно или не выгодно сортировать и перерабатывать мусорные отходы в Латвии? Об этом мы беседуем сегодня с нашим гостем в студии, но вначале мы смотрим сюжет о новинке на рынке сбора и переработки стеклянной тары и отходов. Репортаж Яны Рубинчик. Получается, что жителям до ближайшего контейнера просто очень далеко и, так скажем, лень выигрывает. Оборот стекла в Латвии в год составляет 55 тысяч тонн. Обратно для переработки собирается примерно 36 тысяч тонн. Таким образом, 14 тысяч тонн ежегодно идет в бытовой мусор или оседает в море и лесах. Евросоюз такая ситуация не устраивает. Требования Европы строгие и становятся все строже. Есть отдельные требования, чтобы перерабатывалось 65% от общего количества стекла на рынке. До 2030 года придется перерабатывать еще больше. Чтобы это было реально, надо сделать первый шаг — сортировать мусор еще в домашних хозяйствах. Экобалтия, компания, управляющая отходами, решила разместить по всей Латвии дополнительно тысячу контейнеров для сбора стекла. С расчетом, что благодаря этому удастся собирать дополнительно 5 тысяч тонн тары. Сейчас лучше всего процесс сбора стекла происходит в окрестностях Риги. В других самоуправлениях хуже. Не совсем можем уследить, почему, например, какой-то контейнер, как мы говорим, работает и в нем стекло собирается, а какой-то контейнер все время полупустой. И проблема тогда делать маршруты, потому что одни все время звонят вывезти чаще, чем по маршруту, а другим все время пустой. И тогда это исследование нам помогает именно поставить контейнера в тех местах, где они будут работать. Чтобы понять, где лучше разместить контейнеры, будет проведено специальное исследование. За основу возьмут активность пользователей мобильных телефонов. Мы планируем найти алгоритмы и методы, каким образом мы можем разместить эти контейнеры сборки стеклотары в нужном месте. Это значит, что, например, на карте мы смотрим расположение улиц, мы смотрим статистику, где фактически является активность мобильных пользователей. И анализируя эту информацию, мы сможем определить определенные лучшие точки сбора, более эффективного сбора стеклотары. Сейчас стеклянную тару везут на переработку в Эстонию и Литву. В Латвии перерабатывается плохого качества стекло, которое эти заводы на новую упаковку не могут взять. Тогда в Латвии это перерабатывается, смешивается в строительные материалы. Большинство уходит на строительство дорог, как замена песку. Но в скором будущем и в Латвии появится завод по переработке стекла. Его построят на деньги европейских фондов в районе ТЭЦ-2 под Ригой. Срок окончания строительства 2022 год. Но есть надежда запустить его еще раньше.